Субтитры предоставил DimaTorzok Учимся вместе. В Центральной библиотеке открылась выставка для школьников и их родителей. Спортивная суббота. Кандалакшане отметили День физкультурника. Опасный участок. Очередное ДТП на объездной. Сегодня на объездной дороге недалеко от хлебозавода произошла авария. Столкнулись две легковые машины. Один из водителей был госпитализирован в ЦРБ. Обстоятельства происшедшего выясняются. Сегодня в районе 12 часов дня на объездной дороге произошло ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля. ВАЗ-21099 и Тойота РАВ-4. По предварительной версии сотрудников госавтоинспекции, водитель одной из машин, находясь на второстепенной дороге, не уступил водителю, который в это время двигался по главной. Это и стало причиной столкновения. В результате происшествия пострадал водитель девятки. Он был госпитализирован в Кандалакшскую ЦРБ. Диагноз, поставленный врачами – сотрясение головного мозга, ушибы левого колена и правого голеностопа. В данный момент проводится проверка и выясняются все подробности происшествия. С сегодняшнего дня в Центральной библиотеке на 1-майской 51 начала свою работу выставка под названием «Учимся вместе». Литература, представленная на ней, будет интересна как родителям школьников, так и педагогам. Экспозиция стала своеобразным подарком горожанам к 1 сентября. Как подружить ребенка с книгой? Как быстро научиться красиво говорить и писать? И что делать для того, чтобы память была хорошей? Ответы на эти и другие вопросы Кандалакшане смогут найти на выставке под названием «Учимся вместе». Она разместилась в Центральной библиотеке. Полезные и красочные художественные и учебные издания можно найти во всех залах учреждения. Экспозиция разбита по темам. Как признаются сами библиотекари, сделали они это намеренно. У нас много литературы, достаточно большой фонд по педагогике, психологии, которые мы хотели бы представить. И вот такое расположение дало нам как раз такую возможность представить много материала. Во-вторых, в каждом разделе работает определенный специалист-библиотекарь с каждым разделом. И который глубоко познакомился с этой темой, с данным разделом, с литературой данного раздела. И может более содержательно, более интересно представить читателю книги вот этого раздела. Выставка «Учимся вместе» приурочена к первому сентября – Дню Знаний. Поэтому советы специалистов на тему того, как правильно мотивировать ребенка на учебу, или как быстрее первоклашки адаптироваться в новых условиях, придутся кстати. Книжные новинки читатели уже оценили. Маргарита, например, нашла для себя много полезного в специализированном журнале для логопедов. Приятно, что с этого года наша библиотека нашла средства, чтобы выписать такие узкоспециальные журналы, как логопед, которые помогут и мне, и моим коллегам в нашей профессиональной деятельности. Все статьи написаны достаточно понятным языком. Любой родитель может прочитать. И что-то полезное для себя и своего ребенка отсюда подчеркнуть. Здесь есть упражнения, расписаны занятия, даны рекомендации специалистов-логопедов по коррекции речи. Особое внимание библиотекари обращают на раздел выставки под названием «Не позволяй уму лениться». Здесь собрана литература, с помощью которой можно научиться быстро запоминать и развивать мышление. Раздел не только умный, но и здоровый расскажет о физическом развитии ребенка. И о необходимости соблюдения режима дня. Выставка «Учимся вместе» будет работать в Центральной библиотеке до середины сентября. Посетить ее приглашают всех желающих. Далее в нашей программе новости короткой строкой. В среду 14 августа в Кандалакше будет организована проверка технического состояния системы оповещения населения. Тестовые сигналы сирен прозвучат в различных районах города в первой половине дня. Во время проверки специалисты оценят исправность оборудования и его готовность к работе в чрезвычайных ситуациях. Стоимость железнодорожных билетов теперь будет зависеть не только от сезона, но и от дня недели. Такое решение принято федеральной пассажирской компанией, дочерним предприятием РЖД. Изменения коснутся всех регионов страны, в том числе и Мурманской области. Сегодня вступает в силу закон о создании общей системы экстренных вызовов на территории страны. По новому единому номеру 112 можно будет вызвать любую службу быстрого реагирования. После одного звонка на место ЧП приедут пожарные, полицейские, медики, спасатели. Переход от традиционных 01, 02, 03, 04 на единый номер 112 должен быть завершен в регионах России к 2017 году. Каскад Невских ГЭС сообщает о начале холостых сбросов воды через головной узел НИВА ГЭС-2. Они будут производиться до 16 августа включительно. Расход воды при этом составит 50 кубометров в секунду. Данные параметры в случае необходимости могут быть увеличены, уточнили энергетики. На каникулы в Гандвик у ребят из Кандалакшского района есть возможность отдохнуть в загородном лагере, расположенном на берегу Белого моря. Управление образования информирует о наличии путевок на период со 2 по 10 ноября и с 28 декабря по 10 января 2014 года. В минувшие выходные все любители спорта отмечали День физкультурника. Этот праздник традиционно отмечают каждую вторую субботу августа. В нашем городе и все больше становится приверженцев здорового образа жизни и примером тому состоявшийся велопробег. В нем приняли участие около 50 человек. Велопробег под названием «Жизнь движения» в нашем городе проходит уже в четвертый раз. Интерес спортсменов к этому мероприятию не убывает. С каждым годом все больше кандалакшан принимают в нем участие. Традиционно велосипедисты стартуют от административного здания «Кассуал» и едут по улицам города в сторону центра. Сегодня были приятно удивлены, хотя вроде погода такая может быть уже не летняя, но более 40 участников приняли участие. И это радует. Будем надеяться, что и в дальнейшем число участников будет увеличиваться. Победителя в велопробеге не выявляют, ведь главное не время прохождения дистанции, а желание показать, что спорт и здоровый образ жизни сегодня – это модно. В этом году каждый из участников не только получил заряд будрости и хорошего настроения, но и смог поучаствовать в лотерее, которую подготовили организаторы мероприятия. Выиграть можно было не только приятные мелочи. Главным призом оказался велосипед. Его обладателем стал Константин Андреев. Я очень доволен. Мне приз очень нравится. На самом деле я постоянно занимаюсь велоспортом. Постоянно, ну, очень рад, что у нас присутствует такой велопробег. И я сейчас принимаю первый раз участие в этом велопробеге. Но мне очень понравилось. Хочу и дальше так участвовать в данных видах спорта. Очень приятно, что в нашем городе проводятся такие мероприятия. Велопробег – еще одно яркое доказательство тому, что Кандалакшани любят и умеют отдыхать активно. И радует то, что приверженцев здорового образа жизни в нашем городе с каждым годом становится все больше. Но велопробегом праздник спорта и здоровья в Кандалакши не ограничился. Во дворце спорта и на площадках возле здания проходил целый ряд спортивных мероприятий. Здесь встречались волейболисты, любители шахмат и теннисисты. Также свое искусство продемонстрировали авиамоделисты. Ясная погода и хорошее настроение – это все, что требуется для любителей спортивно-технического моделирования. Такой клуб существует в нашем городе уже более трех лет при автошколе ДОСААФ. И на День физкультурника его члены подготовили показательные выступления своих моделей. Вообще спортивно-техническое моделирование – это вид спорта, который предполагает собой прежде всего изготовление моделей, обслуживание их, кроме того, полеты и поездки, в смысле покатушки. И, соответственно, в клубе занимаются люди, которым это интересно, для которых хобби стало частью их жизни. Как отмечает председатель клуба, спортивно-техническое моделирование в нашем городе носит скорее любительский характер. Хотя этот вид спорта является достаточно распространенным как в других городах России, так и за рубежом. У нас пока не хватает условий для того, чтобы вывести моделирование на другой уровень. Для того, чтобы проводить соревнования, во-первых, нужно большее количество участников, во-вторых, модели должны соответствовать каким-то определенным классам. То есть не может планер соревноваться с пилотажной моделью, и должны быть строгие регламенты. То есть мы, конечно, ведем к тому, чтобы соревнования проводить, и в городе пытаемся даже трассу специальную сделать для того, чтобы на моделях можно было нам ездить по этой трассе. Параллельно с выступлением авиамоделистов проходили и другие спортивные мероприятия. Так любители интеллектуальных игр встретились за шахматной доской. В это же время в зале Дворца спорта дружеский матч провели волейболисты. День физкультурника стал еще одним поводом, чтобы собраться вместе и провести праздник по-спортивному. Спорт в моей жизни занимает одну из самых больших ступенек в моей жизни. Я занималась в детстве в спортивной школе, закончила физкультурную академию. Соответственно, сейчас работаю также в учительной физкультуре в школе. И сама занимаюсь практически основными видами спорта, которые у нас есть в городе. Это лыжные гонки зимой, летом я занимаюсь бегом, катаюсь на велосипеде. Ну и в свое еще, как говорится, свободное время от этих видов спорта занимаюсь волейболом. Поэтому физкультура и спорт – одна из главных в моей жизни. День физкультурника – это общий праздник для профессионалов, любителей и болельщиков. И несмотря на то, что летний спортивный сезон скоро закончится, впереди ожидается еще много соревнований для всех, кто не представляет своей жизни без спорта. Далее прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью в Кандалакше и по району ожидается переменная облачность местами осадки. Ветер западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет меняться незначительно – от 5 до 8 градусов выше нуля. Днем 13 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Временами дожди разной интенсивности. Ветер подует западный, его скорость будет достигать 6 метров в секунду. Воздух в дневные часы сумеет прогреться максимум до 18 градусов. 13 августа солнечная активность низкая, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»